Матчи проводятся очень много, а часов в сутках, как и дней в неделе, не прибавляется. Рассказываем, на что стоит обратить внимание, чтобы знать о ситуации в основных лигах мира. 2 апреля в 11 утра в корейском ЛСК Илон Джук последний шанс вскочить на уходящий поезд в плей-офф против Кейти и Роллстер, которые в последнее время активно занимаются благотворительностью, раздавая игры налево и направо. В первом круге китайской лиги ЛПЛ победа Ньюби над Эдвард Гейминг стала настоящей сенсацией, и 2 апреля в 8 утра нас ожидает вторая встреча этих команд. Для ИДЖ это явно неудобный соперник, но в такой близости к концу сезона просто необходимо брать себя в руки и даже самых неприятных оппонентов обыгрывать. Как я мог обойти стороной Тайвань? Пусть это и не флэш-вуллс, у которых все замечательно, но матч тоже очень важный. Матчи и Спортс и Гонконг и Спортс — те самые, которые отправили домой М19, а спорят последнее место в плей-офф. Сыграют они в воскресенье в 14.00. Самым важным событием грядущей недели, конечно, станут полуфиналы континентальной лиги. 1 апреля в 16.00 мы узнаем, сделают ли воевикте с очередную сенсацию, дав бой, нацеленный очень серьезно на свой первый трофей — Вега Сквадрон. В воскресенье в то же время Virtus.pro попытаются побороть свое проклятие против топ-4 команд в игре против М19. Америка уже свое отыграла, теперь настал черед европейского LCS. Team Rocket выиграли 5 серий подряд, но чтобы включиться в борьбу за плей-офф с Fnatic в субботу в 20.00, им необходимо взять хотя бы одну игру у G2 и Спортс. Мисс Фитц они обыграли и достаточно легко. Может получится остановить триумфальное шествие Перкса и компании. Подробнее о всех матчах и о многом другом можно узнать на нашем сайте lolysports.ru. К тому же подписывайтесь на наши официальные каналы на Twitch, YouTube и во Вконтакте. До встречи в следующую пятницу! Субтитры создавал DimaTorzok